Продолжение следует... Спасибо. Сегодня у нас необычно будет вебинар, но тем не менее перед этим необычным вебинаром будет вполне обычное вступление мое. Как всегда, в начале чата вы видите две полезные ссылки. Одна из них – это ссылка на наш сайт, на расписание вебинаров. По этой ссылке вы можете зарегистрироваться на все вебинары предстоящего учебного года, вплоть до июня 2018 года. Такое у нас длинное расписание. А также посмотреть все вебинары, которые уже выложены на наш канал в YouTube. И, собственно, вторая ссылка – это наш канал в YouTube, на котором выкладываются все записи наших вебинаров, в том числе и этот вебинар записывается и будет выложен именно туда. Я хотел бы вам прорекламировать два наших следующих вебинара. Они тоже будут достаточно интересные, на мой взгляд. Первый из них будет посвящен проблеме видеотрансляции. Он тоже будет очень необычный. Там будет больше изображения, чем презентации. Точнее, презентации там вообще не будет. Там будет много интересных показов эффектов. И хороших ссылок и демонстраций, в общем. Будет вести его Игорь Белянин, большой специалист в видеотрансляциях, ваш коллега и вузовский коллега. Ну и 8 числа, 8 ноября будет вебинар Аллы Носковой, создателя ресурса «Поступи онлайн», который называется «Инструменты сайта «Поступи онлайн» для старшеклассников, абитуриентов, педагогов, профориентатов и вузов». Так что, если у вас есть рядом родители будущих абитуриентов или абитуриентов, можете их тоже позвать на этот вебинар. Будет очень интересно. Я хотел бы ответить на те вопросы и реплики, которые я уже увидел. Ну, во-первых, на благодарности, которые я здесь вижу, я отвечаю встречными благодарностями. Спасибо, что ходите, спасибо, что вам нравится. Здорово, будем стараться для вас. Вижу один вопрос. Евгения Юрьевна задает вопрос. Вчера не попало на вебинар по Скопусу, много посетителей. Да, к сожалению, в этом году у нас дает знать ограничение нашего тарифа на Мирополисе, и на топовые вебинары не все попадают. Вчера, так, к информации просто зарегистрировано на вебинар, Татьяны Телегиной было около 600 человек, вот поэтому многие не попали. Мы будем стараться с этим что-то делать, может быть, перейдем на новый тариф, как только у нас закончится время на этом тарифе. Ну, посмотрим. Вот, 600 все равно мы не осилим, да, ну, хотя бы поднять планку до 150 было бы неплохо. Вот, и вопрос, нет ли презентации по вчерашнему вебинару. Татьяна вчера не расшарила свою презентацию. Насколько я знаю, она просто зовет всех на свой курс, где будет уже более полная информация. Вот, ну, разумеется, в записи этот вебинар посмотреть можно будет. Я буду выкладывать вебинары на YouTube, наверное, завтра. Ну, и вот из завтрашнего числа, завтрашнего вечера, скорее всего, этот вебинар будет доступен в записи, в ютюбовской записи. Вот, ну, что ж, коллеги, все, я не буду занимать время Юрия сегодня. Должен быть очень интересный вебинар, как я хотел сказать, хотел вам, как я вас и вчера, и позавчера предупреждал на наших вебинарах. Не буду больше занимать время, передаю слово Юрию, и пусть он проведет сегодняшний интересный вебинар. Да, я здесь. Добрый день всем. У меня просьба по традиции отметиться в чате, как видно, как слышно. Я не выключаю у себя звук, но я работаю на обычный выносной микрофон, и мне очень важно понимать, что у вас нет никакого фона, нет нигде эхо. Хорошо, меня видно, слышно? А, немножко тише. Да, немножко тише я могу сделать. Сейчас, секундочку. Вот так хорошо. Фон сильный фон, или же это фон эхо, или это просто некий звон просто от помещения? Лучше, хорошо, отлично, видно, слышно. Окей, будем считать, что со звуком у нас в порядке. Как видите, сегодня немножко нестандартный формат вебинарной комнаты, потому что мне очень важно, чтобы вы меня видели. Я здесь не просто говорящая голова, но я еще и показывающая голова. Поэтому вот такой формат. Я очень надеюсь, что этот формат будет для вас удобен. Презентация чуть-чуть маленькая, но я очень надеюсь, опять же, что вы все увидите, что там у меня представлено. Чуть-чуть о себе. Чуть-чуть о себе. Я работаю в СКБ Контур, такая большая федеральная компания. Я там преподаватель в школе СКБ Контур. Но вторая моя деятельность связана с публичной речью, с воспитанием голоса, с помощью людям лучше говорить. Поэтому я все свои вебинары, все свои тренинги, все свои курсы провожу под таким кодовым наименованием «хорошо говорим». Поэтому давайте посмотрим, что у нас вообще попадает под это «хорошо говорим» в моем понимании. Я очень надеюсь донести это до вас. Ну и какие-то упражнения я просто покажу. Все упражнения, которые я покажу, они практические. Ну, есть еще одна вещь. Мелкий снимок, конечно. Меня, наверное, тут трудно узнать в этом пестром костюме. Но это просто, чтобы понятно было, помимо тех сертификатов школ тренерских по публичной речи, у меня есть еще оба сценических выступлений, достаточно большой. Ну, это тоже дает мне некое, не то чтобы право, некоторый опыт делиться этим опытом, своими наработками, своим пониманием, как нужно говорить, дышать и прочее, прочее, со всеми желающими. Что мешает восприятию голоса ведущего, когда вы приходите неважно куда? В аудиторию, в зал, в вебинарную комнату, в скайп, вы слушаете, может быть, на ютюбе что-то. Пожалуйста, напишите в чате, что мешает вашему восприятию голоса ведущего. Дикция, фоновый шум, соседи, плюс-плюс, это, наверное, то, что сегодня хорошо все звучит, да? Неприятный тембр голоса, ага, можете уточнить, что значит неприятный тембр голоса? Это достаточно важно. Тон речи, темп речи. Темп речи слишком высокий или слишком низкий? Неуверенность в себе, плохая артикуляция, визгливый. Тонкий голос не нравится. Понятно? Ну, у меня тонкий голос по жизни на самом деле. Бубнение. Все. Спасибо, Юлия Борисовна. Несинхронность изображения и звука. Я про голос говорю, я не говорю про... Я не говорю про вид, да, про картинку. У меня тоже немножко расинхронники есть. Я затрудняюсь. Вот у меня, например, сейчас есть расинхрон с моей картинкой, но я не думаю, что это вообще помешает освоить те упражнения, которые я дам. Слова паразита, манера говорить, дефекты речи, невыразительная речь. Ну что, да, я с вами полностью согласен. Большая пауза в произношении. Это относится к темпу речи, к темпу ритму. Манерность. Но манерность это характер, его трудно спрятать. Я выделил не все, может быть, важные вещи, не все пункты, но те, что я считаю одним из важнейших. Да, конечно, фонд тоже может привлекать. Смотрите, акустические свойства зала. Я был не так давно на одном мероприятии, где собрались дикторы и звукорежиссеры со всей страны. Это было в Доме журналиста. В кинозале там полностью нет акустики вообще. Там, возможно, только лишь акустика электрическая. То есть, если я что-то говорю из зала, на сцене меня не слышно, все поглощается. Поэтому акустические свойства зала очень важны. И ширина канала, если мы говорим об интернете вещаний, тоже очень важна. И картинка, и звук в полном объеме должны передаваться хорошо. Это касается телефонии тоже. Один из таких ближайших примеров, которые меня, я бы сказал, выводят из себя. В Москве, в метро, в других городах тоже, в метро, внизу эскалаторов сидят дежурные. И вот им что-то надо сказать по рации. Они подносят очень близко к губам и начинают что-то шепелявить. Канал передачи звуковой информации никакой не слышно, что они говорят. И с этим надо, на самом деле, работать. Не слышно? Пожалуйста, посмотрите, послушайте и поставьте плюсики, если мне все-таки слышно. Или это у Инны Николаевны свои какие-то, к сожалению, неполадки. Все слышно. Спасибо большое. Дальше. Конкурирующие ресурсы. Если я сижу в зале и мне неинтересен ведущий, я ухожу куда-то в гаджет. Если я сижу перед экраном монитора, спасибо большое, понятно, что все хорошо. Если я сижу перед экраном монитора и мне ведущий неинтересен, я тоже ухожу на какой-то другой ресурс. Это конкурирующие спикеру ресурсы. И с этим тоже надо уметь работать, надо заставлять все-таки слушателя обращать на себя внимание. Ну вот на вебинаре обычно еще задаешь какие-то вопросы, кроме всего прочего. Показываешь какие-то видео. Сегодня видео показывать не буду, не приготовлю. Нечетко спикера. В том плане, что если спикер выходит и плохо знает материал, это никогда неинтересно. Да. Я должен быть как ведущий. Очень хорошо. Материал погружен. Должен в нем ориентироваться, чтобы донести слушателю. Темп. Вы абсолютно правильно сказали. Темп речи. Я покажу одно упражнение, которое позволит протестировать ваш темп речи и даст ответ. Слишком быстро вы говорите или слишком медленно вы говорите. Голос спикера. Здесь очень широкий диапазон различных параметров. Это тембр, высота, это интонация, это модуляция, это возможность высоко-низко говорить. Это та самая визгливость или наоборот то самое бубнение. Я покажу тоже несколько упражнений, которые позволят вам, по крайней мере, попробовать и продиагностировать себя и смягчить, может быть, какие-то ваши недостатки. Я пропущу сейчас этот вопрос, что делать с рецепта для ведущего. Это постулаты, которые я всегда, в общем, говорю. Любой голос, так же, как и любая физическая форма, это ваша мышечная привычка. Если вы хорошо физически подготовлены, ну, по крайней мере, нормально физически подготовлены, вы можете вынести длительную ходьбу, пробежку, какие-то физические усилия. Голосовой аппарат – это тоже тот же самый мышечный аппарат. Только там мышцы другие. Другая компоновка мышц работает, другая система мышц работает. Там работает спина, там работает живот, там работает диафрагма. И для того, чтобы хорошо говорить, нужно это воспитать. Точно так же, как на физкультуре. Поэтому нужно воспитывать, делать гимнастику голосовую, дыхательную. Тренировать дикцию. У нас есть с вами блестящие скороговорки или какие-то сложные выражения, на которых можно оттачивать свою дикцию. Опять же, примеры будут. Темп, про темп отдельно с вами поговорим. Интонация, выразительность – самые сложные, пожалуй, вещи. Потому что недаром есть даже целый предмет – сценическая речь. И я, например, никогда не проходил никаких специальных курсов по сценической речи. Ну, не получилось так вот по жизни. И вот вопрос очень интересный, конечно, ко всем будет сейчас. А кто-то свой голос воспитывает, кто-то как-то голос свой ставил. Если да, то какие упражнения делаете, как это делаете, помогает ли это вам в вашей жизни. Вот то, о чем я сегодня буду говорить. И первый вопрос. Вот тот самый. А, нет, первый вопрос другой. Я прошу прощения. Если вы, уважаемые слушатели, много говорите, вы что-то, наверное, себе запрещаете, что-то разрешаете. Знаете ли вы, что можно при голосовом режиме, а что нельзя? Буквально по одному слову. Напишите, пожалуйста. Певцы, да, я с вами согласен, Наталья Николаевна. Но певцы как раз проходят все это, они-то все знают, они знают, как управлять голосом в обычной жизни. Обычные граждане редко этим владеют. Замечательно, Юлия Борисовна. Это, ну, если это ваше профессиональное, то я просто вам просто позавидую. Здорово. Сильно холодную воду, холодные напитки, мороженое с печеной, совершенно верно. Пить воду часто нельзя. Я не соглашусь с этим, я расскажу, что можно, я считаю. Пить холодное в ходе выступления. Не хватает ваших знаний. Спасибо. Но еще мы только начали. Какие-то есть еще варианты, что можно, а что нельзя? Надо делать микропаузу. Стилистика, ну, в любом случае, любая речь, она требует определенную паузу. Хотя бы для того, чтобы воздух набрать. Кричать громко. Не знаю насчет кричать громко. А если мне нужно докричаться до конца зала, зал на 600 мест, а микрофона нет. Что мне делать? Бывают такие ситуации. Опять как? Если на такой зал без микрофона. Так, правильно дышать, да. Семечки ужас, согласен. Перерывы, да. Нельзя напрягать свыше восемь. Согласен, согласен. Перерывы через 45 минут должны быть. Ну, конечно. Не более часового колоссовой нагрузки. Хорошо бы. Ну, вот. Очень коротко. Гигиена. То, что я, например, делаю каждый день. Нос, носовые пазухи. Глотка. Обязательно полощется. Аквамарис или какие-то похожие спреи в нос. И солевой раствор, именно солевой раствор, теплый солевой раствор полоскать горло. Обязательно. Причем я это делаю так, что у меня промываются, носоглотка промывается там изнутри. Это может быть иногда неприятно. Это может быть иногда требует определенной привычки, потому что когда соленая вода попадает на задний отдел языка, просто совсем неприятно. И хочется тут же выплюнуть, извините. Но если постараться и привыкнуть, то вы сможете промывать все там сзади, вымывать всю слизь, особенно почему утром. За ночь у вас накапливается. Что еще хорошо? Накапливаются, в накапливающихся вот этих вот всех отложениях, там много гадости, из-за которой мы болеем. Если вы такое полоскание будете делать ежедневно, вы снижаете риск заражения всякой инфекцией, от которой мы потом болеем. Факт проверенный. Я когда начал заниматься вокалом, я стал болеть меньше, сильно меньше. Пить воду. Вы знаете, утром и вечером я обычно полощусь и утром, и вечером. Если мне приходится много говорить, я еще беру на работу с собой. У меня на работе есть. Тоже соль. Морская соль. Морская соль. И я полощусь еще на работе. Что касается пить. Вот за час говорения, я считаю, нужно выпивать стакан воды. Непрерывного говорения. Потому что складки сохнут голосовые. Их нужно обязательно смачивать. Поэтому воду надо пить. Она комнатная вода. Это чистая вода без всяких примесей. Ни сладкая, ни соленая. Фильтрованная. В моем случае кипяченая вода. Она чуть-чуть теплая. В данном случае. В соотношении соли и воды не более 10%. Я обычно на чайную ложку беру стакан воды, чайную ложку соли. Получается меньше 10%. Больше не надо. Вообще солевой раствор, гипертонический раствор, вы знаете, наверное, вытягивает всякую гадость. Если у вас там нагнорение какое-то, не дай бог. Можно марлечку с таким раствором положить. И этот раствор вытянет все нехорошие вещи из рамки. Поэтому вот эта штука работает. Ах, так, у меня почему-то в обратную сторону пошло. Вот, теперь голосовая диета. Так, что тут еще за комментарий? Витаминизированные питания, антиоксиданты. Ну, согласен, согласен, конечно. Конечно, это если углубляться, конечно, да. Согласен. Что нельзя? Это действительно нельзя. Это у нас с вами все, что дубит связки, вернее, голосовые складки. И мешает нашему голосовому аппарату работать. Чай, кофе без смягчающих молока или сливок нельзя. По крайней мере, в тот день, когда вы разговариваете. Если у вас сегодня занятие, с утра пораньше кофе без сливок или без молока нельзя. Орехи, семечки сажают голос, это понятно. Шоколад, мед тоже самое. Газированные напитки. Вина, ликеры, вермуты. Слишком горячая, холодная, перченая, острая. Я согласен, что перед лекцией непосредственно есть нельзя. Но что можно? Можно, и я иногда даже это практикую. Ну вот мягкие какие-то продукты. То, что не мешает. Я, например, предпочитаю не горячее, а теплое молоко и немножечко масла все-таки. Без меда. Я, вот сегодня утром, я, например, выпил полстакана такого молока. Мне помогает. Я не придумал эти рекомендации сам. У меня здесь есть ссылочка на замечательную совершенно книгу. Замечательного автора, с которым я знаком. Как раз один из сертификатов у меня от этого тренера. Очень рекомендую. Курение полностью с вами согласен. Не курил, не курю. И, надеюсь, не буду курить. Такой вопрос уже у меня был. Я пропущу. Ну, давайте немножечко про разминки поговорим. У школе наш голос, дыхание, это физкультура. Заниматься длительным говорением без разминки нельзя. И прежде всего, разминка дыхания. Как любой вокалист, как любой спикер, я должен владеть диафрагмальным дыханием, нижним дыханием, что называется. Положение тела при разминке. Да и, в общем-то, если я на зал говорю, я говорю стоя, как... Если это заметно по картинке, я стоя сейчас говорю, потому что мне так удобнее, я так привык. Ноги чуть-чуть шире, может быть, или на уровне ширины стопы. Я делаю что? Я приподнимаю плечи слегка на 2 сантиметра. Отвожу их назад на пару сантиметров и опускаю. Всё. Вот же назад. И подбородок, линия шеи и подбородок, у меня параллельно полу. Положение называется посадить голову на колок. Голова у меня свободно вращается на первом позвонке, на атланте. Она у меня там расслаблена. Я могу вертеть, куда хочу. Ну, конечно, нужно аккуратно с этим работать, потому что бывают проблемы, но тем не менее. А самое действенное, наверное, каким образом почувствовать настоящее диафрагмальное дыхание, если вы им не владеете, это вспомнить какой-то вздох облегчения. Ну, представьте себе, что вы прорыдались. И вот у вас вырываются вот эти вот... Уже всё, уже облегчение наступило. Вот это вот... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я... Автоматически это у нас на самом деле заложено. Дети ведь так дышат. Дети же точно так... Звуки первые издают. Расслабленная совершенно диафрагма. Живот совершенно спокойно. В нижнее отделы легких верней набираются воздух. И спокойно совершенно легкое прикосновение. Вздох облегчения. Это вот первое такое вот упражнение. Например, утром, особенно чтобы не сорвать голос никак, утром нельзя кричать, а просто прикоснуться. Очень хорошее упражнение на мой слух и на моё горло. Штрабас. Самый низкий звук, который вы можете издать. Там голоса практически нет. Это звучит примерно так вот. Скрип такой. Это расслабление голосовых вкладок. И это позволяет снизить, вернее не снизить тембр вашего голоса. Это позволяет добавить вашему голосу в дальнейшем, когда будете регулярно это делать, низкие обертона. У вас, если немножко визгливый голос, то тогда он чуть-чуть облагородится. Я, по крайней мере, так свой голос немножко развил вниз. И изначально я вообще лирический тенор, а сейчас приходится иногда какие-то баритональные партии исполнять. И это у меня, в общем-то, получается. То есть я стал вниз уходить. Это помогает. При этом, смотрите, часто так бывает, что если человек курит, у него начинает появляться хрипотца. Ну, вроде бы, как некая благородная, благородные какие-то звуки, но по большому счету это уже нездоровая хрипотца. Лучше воспитать в себе хрипотцу вот эту естественную. Иметь возможность регулировать. Я стараюсь в своей речи, по крайней мере, это использовать. Мне это помогает. На самом деле здесь что еще? Еще есть естественные вещи. Вспомните, пожалуйста, какие-то ситуации из вашей жизни, очень какие-то личные, интимные. Вспомните. Вы всегда в таких случаях говорите с пониженным тоном. Да, вы, наверное, говорите чуть-чуть пониже, потише, чем обычно. Низкий тон провоцирует вас снижать громкость вашего звука. Но по большому счету можно воспитать и силу звука на низких тонах. И тогда вы с низким тоном докорчитесь до конца зала. Но это уже так. Дальше. В дальнейшем. Разминка для дыхания очень простая, действенная. У нас, по сути дела, есть три вида дыхания. Она всегда диафрагмальная у нас. Но по длительности может быть, в зависимости от того, насколько нам нужно, длинная, прибой, да? Средняя, когда нам нужно говорить какие-то достаточно недлинные фразы. И очень короткие, когда нам нужно что-то вскрикнуть, всклипнуть, что-то сказать очень быстро. Пульверизатор. Как мы поливаем, вернее, опрыскиваем цветы, да? Что получается? У меня три режима работы мышц, которые заставляют двигаться диафрагмой. Три режима выталкивания воздуха. Во-первых, такая разминка просто помогает вам утро, по крайней мере, проснуться. Даже без гимнастики. Во-вторых, просто будет ваш аппарат. Если вы долго сидели, встали, потянулись, вам идти сейчас, например, на аудиторию, сделали несколько таких упражнений, и, в общем, ваш аппарат уже готов. Разные типы дыхания вот эти можно соединить, да? Пилу пилим. Берем пилу и пилим бревно. Вначале длинно, а потом все короче-короче-короче. Ну, такое же упражнение можно сымитировать звуки двигателя мотоцикла, паровоза, на разные согласные тогда это будет упражнение. В любом случае, когда мы с вами говорим, у нас должны работать наши резонаторы. Резонаторы работают тогда и только тогда, когда... Ну, во-первых, вы чувствуете, когда у вас вырубной работают, когда у вас носовой работают, когда у вас вверх звук идет. Но всегда, как говорят певцы, у вас должен быть купол. Мягкое небо должно подниматься. Кстати, вот такая регулярная разминка и регулярные упражнения, они помогут, например, избавиться от храпа. Почему? Потому что вы мягкое небо привычаете к высокой позиции и тогда у вас просто... Я, например, ночью даже просто просыпаюсь или даже во сне контролирую, если вырываются какие-то звуки. Я сразу корректирую. Мне, по крайней мере, это очень здорово помогло. А фраза, которая на слайде, это просто ключи. Помните «Снежную королеву» фильм? Клара, ты сейчас откроешь рот или клюв от удивления. Зависнут на этом «А». Клара, Клара. У вас небо поднимается, все там раскрывается, челюсть опускается. Клара. У Геннадия Викторовича Хазанова, помните? «У ты какая!» У меня небо поднято, там все открыто. Через старается все-таки опуститься, но губы трубочкой. «У ты какая!» Когда мы фотографируемся, что нам обычно говорят? «Чи-и-и-и-с!» Но! Тут есть одно «но». Если для улыбки надо губы полностью распластать, в стороны, для того чтобы зрители слушатель нас слышал нам немножко нужно все-таки подать звук вперед и немного скорректировать вот эту позицию губ вперед че у меня все наверху не мягко не оба на верху это все открыто через старается вы раскрыться сыр если у вас устал аппарат его нужно расслабить его нужно как-то дать ему отдохнуть очень хорошее упражнение по полю с конем мы идем помнить такую песню как у нас лошадка фырчит кроме того вот это фырчание без подключения диафрагмы у вас не получится есть еще одно еще один вариант это упражнение там диафрагмальное дыхание еще более важно это как раз и еще одну маленькую позиции на воспитание вашей диафрагмы я буду сейчас вырчать не полностью всеми губами щеки у меня не будут работать практически только вот передняя часть губ только вот вот здесь подносом вот вам еще одно упражнение и на диафрагму и фактически на дальнейшую дикцию поскольку у вас работают здесь губы вы приучаете мышцы губ у нас осталось е и а у меня нет почему-то не случилась ассоциация на е раскрытую хорошую и понятно да если у нас что-то получается мы кричим и сюда высоко все раскрыто есть а теперь соединим все наши гласная в одну строчку звуковую вспомните дуэт автор исполнитель его но и ващенко васильев и васи них есть песня на одной ноте песни про самолет вертолет она поется просто на одну ноте той ноте на которой вам удобно и последовательность тоже неважно на самом деле у меня здесь написано так можно иначе и очень важно на дону эти потому что у вас будет работать нижнее дыхание пробуйте вы сейчас со мной пробуйте эти упражнения в любом случае будет возможность скачать презентацию и попробовать эти упражнения от а что значит от замечательный если у вас есть такая такая возможность надо соединять гласные с согласными и согласные на самом деле мешают выходу звука и поэтому каждый раз надо не прикасаться и каждый раз нужно воспитывать себе отсюда идет дикция на самом деле от правильного прикосновения к согласному звуку а а у нас есть сонарные шипящие у нас есть взрывные поэтому вот те самые властных том самом порядке который мы пропели можно замечательно проговорить согласными данном случае сонарные лам 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 лим 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 и так далее если вспомните наверное знаете из каких-то телепередач из фильмов у актеров есть да вот эта вот система упражнений у меня здесь просто чуть-чуть они другие нам 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 рэм рэм ром ром суть та же самая сонарные до сонарно сонарные знаете в разных источниках по-разному но я проверю спасибо большое может быть может быть я здесь опечатался я прошу прощения где-то я просто сонарные читал поэтому автоматически поставил там тоже могла могла быть опечатка взрывные по очень важно чтобы был вот этот взрыв пам-п-пум-пэм-пим-пим-бам-бэм-бам-бэм-бом-бум, бэм-бим. Одну строчку надо стараться на одном выдохе проговорить Дам-дом-дум-дэм-дим-дым Шипящие Сам-сом-сум-сэм-сим Зам-зэм-зом-зум-зым-зим Обратите внимание, я всё время помогаю рукой Рука у меня даёт направление выхода звука Сейчас я рукой машу в сторону экрана, что, наверное, в общем-то не очень правильно Я надо махать рукой в сторону воображаемого слушателя, за экран У меня есть такое правило Если я говорю, если я пою, может быть, без микрофона Я ставлю, а я снимаюсь, между прочим, очень много в видеоуроках у нас По основному у меня с месту работы Я, например, такой себе ставлю ориентир Я считаю, что мой слушатель стоит за полтора-два метра Дальше, полтора-два метра От камеры От последнего ряда От последнего слушателя, если это в зале Я это очень хорошо себе представляю И тогда точно до последнего-то слушателя моя речь дойдёт И когда я разминаюсь, когда я тренирую звуки Я в адрес вот этого последнего слушателя Указываю направление звука Он может, слушатель может там стоять где-нибудь сбоку И я до него тоже должен договориться А голова у меня может быть немножко иначе повёрнута Поэтому вот это психологическое воздействие руки на меня В принципе задаёт Задаёт Звук у меня выходит туда, но слышно там тоже хорошо Это задаёт направление ухода звука Ну что ж, я обещал про темп рассказать Замечательный совершенно пример из стихотворения Есенина В публичной речи есть такое правило Ну там плюс-минус может быть Но тем не менее 600 символов с пробелами Должны прозвучать за одну минуту Вот давайте сейчас проведём эксперимент Я сейчас прочитаю это стихотворение Причём оно у меня специально написано вот так Я его растянул некоторые строчки Я две строчки поставил в одну на самом деле И объясню почему я так сделал Так вот давайте попробуем Засечём время, за которое я это стихотворение прочту То есть на какой темп речи я сейчас себя запрограммировал Держу ли я вот тот самый темп Шестьсот символов в минуту, которые я продекларировал Поехали Не жалею, не зову, не плачу Всё пройдёт, как с белых яблонь дым Увидание золотом охваченной Я не буду больше молодым Ты теперь не так уж будешь биться Сердце, тронутое холодком И страна берёзового ситца Не заманит шляться босиком Дух бродяжий, ты всё реже, реже расшевеливаешь пламень уст О, моя утраченная свежесть Буйство гволаз и половодье чувств Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя Или ты приснилась мне Словно я весенней иголкой ранью Проскакал на розовом коне Все мы, все мы в этом мире тленны Тихо льётся с клёнов листьев медь Будь же ты вовек благословен Что пришло процесить и умереть Ну, примерно Примерно У меня было 12.39, на часах сейчас 12.40 Спасибо большое, Константин Ну, попал, что называется Вот этот темп считается достаточно стандартным Удобным для слушания Но, конечно же, здесь есть варианты Если очень большая аудитория Нужно обеспечить, чтобы звук дошёл до последнего ряда Чтобы не было наложений каких-то акустических И каждый зал, каждая аудитория Каждый интернет-канал, может быть вообще электронный канал Требует свои собственные подстройки Поэтому можно чуть быстрее Чуть медленнее, чем больше зал То чуть медленнее Если я какие-то стихи читаю Да, спасибо, читая Нигина Спасибо большое Если я что-то читаю на микрофон А я читаю, я читаю чуть-чуть помедленнее все У меня есть начитки Я сейчас, правда, убрал всё из одного ресурса Он стал что-то плохо работать Сейчас нашёл другой Выложу и в фейсбуке у меня опять будут ссылочки На какие-то мои подкасты На какие-то записи На самом деле, хорошее упражнение Для того, чтобы оттренировать свой собственный темп речи Ну и, любимая моя дикция Да, я прошу прощения Я вернусь ещё к Есенину Когда я буду говорить о якорях в речи Когда я буду говорить об интонации текста Каждое 22 слова в минуту повышает привлекательность учебного ролика на 1% Очень интересно Как тогда разобрать слушателя Слушателю разобрать ведущего Не слишком ли будет быстро Опять же, это всегда нужно отлаживать Но если я говорю о публичной какой-то речи То тот темп, о котором я говорю, он достаточно стандартный Нет, ютуб-канал у меня есть То я его не поддерживаю в должном порядке У меня будет канал подкастов на каком-то из аудиоресурсов Ютуб-канал всё-таки требует определённой записи Не то чтобы студиями, но записи на видео Это требует чуть-чуть другого времени К сожалению А вот так взял, сел к микрофону Ну вот чтобы все видели Вот у меня микрофон, который я пишу, с которым я работаю Вот он такой Это цифровой микрофон И как видите, я не выключил у себя на ноутбуке звук То есть он у меня немножко идёт Но эхо при этом нету То есть работает система звукоподавления На учебном занятии у меня есть видеоуроки Которые школы СКБ Контур проводят Вебинары я провожу Есть записи, что-то можно послушать Что-то есть в бесплатном, наверное, доступе Что-то есть за деньги Это на сайте компании А что-то есть на ютубе Там, скорее всего, какие-то видеосоветы Но это СКБ Контур Надо найти школу СКБ Контур Там есть что-то из моих записей Но это достаточно специфическая информация Не литература и не стихи Как только у меня что-то появится Я обязательно, как минимум, в Фейсбуке это будет Об этом информации Так вот, вернёмся к дикции Упражнение, которое позволяет стимулировать Ваш артикуляционный аппарат И, опять же, разбудить все мышцы Всё, что там у вас есть Ведь на самом деле Что такое дикция? Это Как вы препятствуете Выходу звука Из ваших голосовых складок У вас препятствие Это язык Зубы и губы И сочетание Вот этих инструментов Вместе С резонаторами Гордной резонатор Маска Головной резонатор С сочетанием Даёт вот тот самый Тот самый звук Который Вы воспроизводите И если у вас здесь Что-то нечётко Получается Резонаторы звучат А губы, зубы и язык Дают помехи Я не говорю про какие-то физические Недомогания Отклонения Дефекты Это к врачам, пожалуйста Если дефектов нет То можно научиться Говорить разборчиво Для этого Вот такое упражнение Известнейшее четверостишье Все с детства наизусть его знаем Просто прочесть Правда, не сложно А если с утрированной Артикуляцией Я сейчас буду Умышленно Слишком Двигать губами У лукоморья Дуб зелёный Золотая цепь На дубе том И днём и ночью Кот учёный Всё ходит По цепи кругом А теперь я язык Прижму к альвеолам Бугорочки над Верхними зубами И буду говорить Всё то же самое Стараясь Артикулировать Стараясь Проговорить всё точно Но не буду Отрывать язык От альвеол Если это заметно У меня стали Вот эти мышцы Активнее работать Щёки стали работать Может быть даже Челюсть стала больше ходить Потому что я хочу выдать Звук, который понятен Полностью открытый рот Я просто открываю Извините Свою пасть И говорю Стараюсь проговорить Чтобы меня было понятно Говорит у меня там Только язык И глотка Без нормального Опять же дыхания У меня Без естественного звука У меня ничего не прозвучит А так хоть чуть-чуть Пожалуйста Что вам так весело У вас ничего не получится Ну и полностью закрытый рот Всё то же самое Я просто смыкаю губы Там у меня всё работает И с полностью согнутыми губами Я говорю то же самое Возьмите ваше любимое стихотворение И попробуйте вот так прочитать И почитайте это регулярно У вас дикция в дальнейшем Улучшится точно А для проверки своей дикции Для проверки того Тех звукосочетаний Которые у вас получаются Хуже всего И что вам и нужно тренировать У нас есть самые замечательные Чистые оговорки Я не очень люблю Говорить быстро Публичной речи Это не нужно Есть мои коллеги Которые пишут скороговорки Я тоже стараюсь иногда Где-то что-то Где-то что-то записать Но я не делаю акцент на скорость Всё-таки Я предпочитаю проговорить чётко Если вы научитесь говорить чётко Медленно Вы потом научитесь говорить и быстро Шли Саша с Машей по шоссе И сосали сухие и сушёные сушки Я считаю, что это работа Для любого возраста Ну, я не логопед И я не знаю, как Я не владею техникой Например, постановки Речи у детей Но я думаю, что в принципе Это работает В любом возрасте Мне очень нравятся Не классические скороговорки Которые есть везде в интернете Какие-то Может быть не очень большие Но интересные Словосочетания Не так часто встречающиеся Но несколько лет назад Все мы помним эпопею С извержением вулкана И скажите, пожалуйста Кто мог выговорить Название этого вулкана Эйя фья тла ёлт кудль Эйя фья тла ёлт кудль Вот видите, тоже не все Давно не говорил Эйя фья тла ёлт кудль В разных произношениях По-разному Где-то тла Эйя фья тла ёлт кудль Ули Эйнар Бьёрн Далин Известный лыжник норвежский Павел, ну да В разных я посмотрел Википедии Там тоже есть разные Даже написания Поэтому я взял Из Википедии Вот один из вариантов Горбатые карпаты Перетелепортироваться На Ширико-Пахтшипненковскую Да, верю А кто знает Кто помнит Как зовут первого И наверное единственного Монгольского космонавта Я ещё тогда был В достаточно юном возрасте Но я тогда тренировал Самое сложное было Выучить его имя Жукдар Дамидин Фамилия Гуракча Проще Чистоговорки Чистоговорки И ещё раз Чистоговорки Как Тренировка Вашей дикции Как Подготовка К публичному выступлению Интонирование Чем важно интонирование Во-первых Это эмоция Во-вторых Это смысловые выделения Причём В зависимости От высоты тона Может быть И смысл разный И эмоция может быть разная Вот упражнение Зинаида Васильевна Совковой Которая Петербургская Петербургский преподаватель Театрального института К сожалению Уже ушедшая от нас Вот из её книги С травы на трап С травы на траву Где-то там на тон Ухожу С травы на трав С травы на траву Чуть повыше На терцию Заметьте Что сказать это всё На едином дыхании Без подключения Диафрагмы Не получится С травы на трав С травы на траву И такие повторения С травы на трав 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 другое упражнение для того чтобы вот эти попробовать походить по полутонам но кто знаком с музыкой полутон это расстояние между двумя соседями клавишами на фортепианной клавиатуре и один лад на гитаре предположим для того чтобы научиться использовать весь свой диапазон полезно вот такое упражнение но можно начинать снизу и доходить до какого-то среднего уровня а можно попробовать по большим интервалом потом походить улья или аллен бирндален потому что человек галатон но он все-таки не у ли аллен по моему у ли эйнер бирндален у ли энер бирндален и так и первый этаж я пошел на ли по лестнице и первый этаж и второй этаж и третий этаж и четвертый этаж и пятый этаж и шестой этаж и шестой этаж и пятый этаж и четвертый этаж и третий этаж и второй этаж и первый этаж а можно повыше и первый этаж и второй этаж и третий этаж и четвертый этаж и пятый этаж и шестой этаж и шестой этаж и пятый этаж и четвертый этаж и третий этаж и второй этаж и первый этаж и подвал можно уйти развития вашего диапазона это очень важно особенно если кто не поет если вы поете если связаны с музыкой наверно попроще если не связаны связаны с музыкой вот это полезно очень важны в любом случае у нас с вами как правило если мы возьмем предложение в русском языке у нас есть одно ударное слово одно значимое слово на нем мы всегда перед ним мы повышаем тон зависимости от необходимости сильно повышаем не очень сильно повышаем а в конце ну во первых как правило второй последний слог ударного слова мы сразу понижаем тон и на точке мы он всегда понижаем мы заканчиваем мысль к сожалению в современной публичной речи в каких-то объявлениях вот это конечная точка она почему-то не ставится голосом почему-то повисает фраза в воздухе это конечно неправильно это поперек всех правил орфоэпии русского языка вот такое упражнение но позволяет смоделировать ситуацию когда у вас есть некий пик вы поднимаетесь туда тут не смотрите что здесь несколько фраз будем считать что это одно предложение и мы ставим точку разбег прыжок и вот лечу голосовой загиб кручу теперь не надо опуститься чтобы ставить точку научиться канал орфеи хорошо сила голоса сила голоса у нас с вами это не обязательно громкость это некая эмоция некий напор некая энергия если надо кого-то что-то заставить не обязательно кричать но иди же мужа нутка добежать одна минутка приказывайте низким тоном приказывайте заметьте я хочу отдать яблоко али отдай яблоко али яблоко али али яблоко последнее последнее приказание я выдавил воздух вытащил его из себя яблоко али упражнение во первых на силу на энергетику и опять же на диафрагмальное дыхание вот мне очень нравится это упражнение потому что свете современное опять же к сожалению только к сожалению современной речи ударное слово далеко не звучит так она как оно должно звучать ведь от того ударение которое мы ставим в предложении зависит смысл фразы в русском языке как я уже сказал ударное слово практически в конце идет или почти в конце или предпоследнее последнее но бывает так что ударное слово смысловое слово где-то середине даже в начале вот известная строчка из известного стихотворения фета как его прочесть обычный я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало но я же могу по-разному прочитать зависимости от контекста я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце стало потренировавшись вот на таких строчках известных можно в дальнейшем когда вы будете что-то говорить из головы наработать определенные привычки определенные какие-то стереотипы свои собственные как выделять смысл фразы один не буду говорить персонально достаточно известный человек часто очень даже дает двойное ударение в предложение там где общем то это не нужно это его в каком-то смысле фишка очень хорошо узнавая но для меня например иногда сложно тогда выделить а что же он важное хотел сказать что самое важное он хочет сказать что самое важное он хочет сказать что со что важно хочет сказать что важно он хочет Значит сказать, чтобы не было вот таких двусмысленностей, двойственностей в вашей речи, вот такое упражнение рекомендую. Ну и якоря в публичной речи, вы прочитаете этот слайд, я надеюсь. То есть, если мы читаем какой-то текст, у нас знаки припинания дают достаточно четкое направление загиба нашего звука. Вот в частности, есть такое свойство стихотворения, перенос предложения на другую строчку. Мы, бывает, не обращаем внимания на него и в конце строки либо вверх уходим, либо вниз уходим. То есть, не так, как надо, говорим. А поэт имел в виду совсем другое. Вот смотрите, точка это всегда понижение, вопрос это всегда повышение тона, загиб вверх, но на вопросительном слове. Вот это важно. Я сейчас отлистаю назад презентацию, дойду до стихотворения Есенина. Посмотрите, пожалуйста, здесь есть вопрос. Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне? Жизнь моя это обращение. Если я прочту, как обычно, я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне? А почему этот вопрос? Откуда тут вопрос стоит? Жизнь моя? Или ты приснилась мне? А если я разверну вот так эту строчку, две строчки разверну, у меня смысл проявится. Я иду по знаком пунктуации. Где у меня вопросительное слово? Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Меняется смысл. Если мы очень внимательно смотрим на знаки препинания в тексте, и читаем текст в соответствии с якорями, очень сильно может поменяться смысл относительно того, к чему мы привыкли. По крайней мере, я у себя в свое время, у меня было какое-то озарение, что называется лайфхак в современном языке. Я, например, на тренингах даю тексты, маленькие рассказики. И сам даю, как пример, вот этот рассказ. Я с ним поработал, стрелочками я себе поставил, куда я вверх или вниз и дул, где у меня ударения какие-то. И у меня служители, участники тренинга обычно читают вслух какие-то тексты. Судьба Джейрид. Был только один выход, ибо наши жизни сплились в слишком запутанный узел гнева и блаженства. Чтобы решить все... Извините, я увлекся еще раз. Я паузы не стал делать ни там, где надо. Был только один выход, ибо наши жизни сплились в слишком запутанный узел гнева и блаженства, чтобы решить все как-нибудь иначе. Доверимся жребию. Орел. И мы поженимся. Орешка. И мы расстанемся навсегда. Монетка была подброшена. Она звякнула. Завертелась и остановилась. Орел. Мы уставились на нее с недоумением. Затем мы в один голос... Мы сказали. Может еще разок? Я не совсем... Да, мелкий шрифт. К сожалению, в презентации, когда скачаете, будет видно. Тут не настолько это важно. Вы потом посмотрите. Я, может быть, сейчас опять прочитал немножко иначе, нежели у меня здесь стоят мои стрелочки и цезурки. Но это работа, индивидуальная работа с текстом. Я точно так же работаю с текстом, который возникает внутри меня. У меня... Ну, я уже просто выработал в себе вот эти стрелочки вверх, стрелочки вниз. Где я буду делать паузу? Где я возьму дыхание? Как я буду делать вот этот загиб? У меня возникает некая схема предложений. Как минимум, одной фразы. Предложение, которое я сейчас скажу. Или, может быть, нескольких фраз или отрывочных каких-то фраз. Может быть, из одного слова состоит. Правда? И я у себя в голове такой конспект делаю. Прямо вот с знакомыми попинания или даже со стрелочками. Ну, это вот мой рецепт, который можно попробовать в себе развить. Мелодика, согласен. Мелодика, конечно, мелодика. Ну, а чем дальше работать? Это язык. Читать, читать и читать. Литературу. Хорошую литературу. Классическую литературу. Ее, к сожалению, тем более вслух читают, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Разбираться с РФА и ЭПИ. Что это такое? Правила произношения русского языка. Где и как ставим ударение. Где мы и как произносим слова. Мы должны где-то редуцировать какие-то наши звуки, какие-то буквы. произносятся не так, как они написаны. И это правило произношения русского языка. Етация и краткий у нас иногда почему-то тянется. И... Это у нас согласный, по сути дела, этот звук. Он короткий. А где он вообще может уйти? Я, например, поскольку я сам из города Ленинграда, Петербурга, я не люблю, когда говорят, например, петербуржский. Я привык все-таки говорить петербургский. Буква Г выпадает. Так же, как гамбургский, оренбургский. При произношении идет выпадение согласных звуков. Можно сказать Гамбургский, Оренбургский, Петербургский. Мне приятнее Петербургский. Имена там у нас тоже Павел Константинович или Татьяна Васильевна. Мы же не проговорим обычно Васильевна. Это только в официальной речи. Обычно мы говорим Татьяна Васильевна. И это правильно с точки зрения арфаепии русского языка. С числительными тоже, к сожалению, проблемы бывают. Правильное согласование слов. Не так давно в трамвае услышал. Добраться к белорусскому вокзалу. Я бы сказал добраться до белорусского вокзала. Просто неправильное согласование слов в предложении. Использовали редакторы текста, который включается в трамвае. Нужно говорить все-таки правильно. Тем более, если это публичная речь для широких масс. Готов ответить на вопросы. Немножко перебрал времени, может быть. Но ничего страшного. Ну и мои какие-то контакты. Я могу провести тренинг онлайн. Я могу провести курс онлайн. Я могу провести тренинг очно. Я могу даже приехать, если наберется какая-то группа. И мы можем согласовать всегда и какие-то программы. На что сделать упор. Есть очень интересная игра риторика зарубежного производства. Но адаптированная под русский язык. У меня есть онлайн вариант. Я на планшете ее установил. И через сеть вывожу экран. Вот так в режиме вебинара можно играть. Поэтому расстояние в данном случае не имеет значения. Игра, риторика направлена на воспитание коротких спонтанных речей. Есть некоторые правила. Короткая спонтанная речь. Маленький спич, маленький тост. По тем правилам, которые прописаны в игре. Есть настольный вариант игры. И вот у меня сейчас просто этого настольного варианта нет. Но я беру тот же самый планшет. Я беру ноутбук, ввожу игру на экран. И мы играем в очном варианте. Я могу все это организовать. Обращайтесь, пожалуйста. Какие-то вопросы? Хочет ли красиво и правильно смеяться? Вы знаете, правильный смех это скорее всего просто этика. Или даже этикет. Это просто внутренняя культура. Пожалуйста. Рад, что вам понравилось и хорошее настроение. Какие-то вопросы, может быть? Спасибо большое, Юлия Борисовна. Спасибо большое, Юлия Борисовна. Всегда открыт к вопросам. Всегда открыт к взаимодействию, к сотрудничеству. Еще раз повторюсь. Вот есть мои контакты. Всегда можно написать. Всегда можно связаться. Очень жаль, что выкидывается трансляция. Но запись тогда будете слушать. Если вопросов нет, тогда, наверное, я Павлу передаю слово. Какие дыхательные гимнастические упражнения можете порекомендовать? Возьмите, посмотрите гимнастику Пострельникова еще. Замечательная совершенно вещь. И я пропустил один слайд. Там есть гимнастика, несколько дыхательных упражнений, дыхание по квадрату. Посмотрите, пожалуйста, презентацию, ее можно будет скачать. Если вам было полезно, я очень рад. Я теперь передаю слово Павлу. Спасибо большое, что уделили время и внимание пришли. Всего доброго всем. Здорового голода. Юрий, спасибо огромное. Коллеги, я знал, что нам всем понравится. Сегодня было очень активное обсуждение. И вот такой необычный формат, он всегда привлекает. Я сам с большим удовольствием прослушал. Ну, да, мне многого не хватает. Я понял из того, что Юрий здесь объяснял в голосе. Ну вот, может быть, только нахальство есть. Говорить, не обладая теми качествами риторики, которые пропагандировал здесь Юрий. Вот, может быть, это каким-то образом меня спасает. Вот, но есть куда идти, есть куда стремиться. И большинство из нас, люди, которым данная тема очень близка, мы преподаватели, ну, многие из нас, по крайней мере, выходим к аудитории, выходим в залы, выходим вот сюда в вебинары или пишем учебные ролики. И голос нам очень-очень нужен. Так что сегодняшний вебинар, это было классно. Если нужно, ждите его записи, покажите своим коллегам и приглашайте Юру к себе. Он проведет вам мастер-класс, если это интересно для вашего учебного или иного заведения. А я с вами на сегодня прощаюсь. Так, я смотрю, нет ли мне вопросов. Нужно еще встречаться на вебинарах по специальным темам. Да, вот, следующая тема тоже будет весьма специальная такая, хотя и техническая, в другую сторону специальная. Ну что ж, я с вами прощаюсь. До следующего вебинара. Ждем вас всех, а все присутствующие получат бесплатные именные электронные сертификаты. Спасибо. 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 Спасибо.